Всем тихой ночи. Разглядывая видео на канале, я понял, что тут нет полноценного видео про Лагаду. А это очень важная часть мира SCP, с которой связано множество основных для вселенной SCP объектов. Так что пора делать отдельное видео про призрачный город. Да, тут многое будет повторяться из старых видео, но всё последовательно. Плюс я исправил некоторые ошибки. Ещё в XIX веке при исполнении старинной пьесы под названием «Трагедия о повешенном короле» началось событие, которое впоследствии фонд назовёт SCP-701. Во время исполнения этого произведения в театре, в невидимой для зрителей части сцены, начинает появляться существо на высоких каблуках, обмотанное тканью и цепями. Посол повешенного короля. Когда дело доходит до пятого акта, в котором персонажи находятся на перу, существо выходит на сцену и объявляет себя повешенным королём. При этом и на сцене, и на зрительном зале начинаются кровавые беспорядки, в результате которых повешенными становятся все персонажи пьесы, а перед сценой происходит массовая кровавая драка зрителей. Фонд SCP, конечно же, старается остановить распространение проклятой пьесы, но главное тут это понять природу событий. Единственной зацепкой для учёных организации долго остаётся странное название – «Алагада», присутствующая во всех экземплярах пьесы SCP-701, ведь именно оттуда приходит ужасное существо. Однако, пока сотрудники фонда искали ответ, его уже давно нашли алхимики мира SCP. Ещё в 16 веке английский граф Генри Перси открыл алхимическую формулу, позволившую ему построить врата Януса, то есть портал в отдельное измерение Алагады. Кстати, этот Генри Перси существовал на самом деле. Его действительно считали колдуном, и он занимался алхимией. Более того, многое в Алагаде ссылается на реальные алхимические практики средних веков, и особенно часто на алхимическое делание. И чтобы понять Алагаду и его порождений, надо разобраться в том, что это такое. В средние века алхимическое делание, по большей части, было смешиванием разных субстанций. А вот в новое время свинцовым ломом ртуть как-то уже не мешали, и это действие воспринималось скорее как некая духовная практика. Для понимания Алагады нужны оба аспекта. Суть алхимического делания в том, что путь алхимика делится на четыре стадии. Первая – это негреда, или черная стадия, она же ночь души. С этой стадии ассоциируется черная субстанция, например, смола. В духовном аспекте это крайняя степень отчаяния и душевных страданий. Черная стадия служит главным сырьем для приготовления малого эликсира и отправной точкой путешествия. Вторая стадия – это альбедо. С ним ассоциируется белая субстанция, например, молоко. И это и есть малый эликсир. В духовном отношении человек в белой стадии занимается упорным трудом для достижения своих целей. Алхимик варит свое варево, ну а в более широком смысле человек работает над собой. Третья стадия – это цитрианитас, или желтый эликсир, с которым ассоциируется солнечный свет и золото. В психологическом понимании это мудрость и плоды труда, какие-то значимые успехи, которых достигает человек. Да и в конце концов любая полезная работа приносит золото. И, наконец, рубедо – красная стадия и конец великого делания. Создание философского камня, способного превращать свинец в золото и дающее бессмертие. В духовном плане это достижение полной душевной гармонии и совершение таких действий, которые окружающие могут назвать великими и даже культовыми. В мире Аллагада отсылок на эти четыре стадии очень много, начиная с того, что для того, чтобы открыть портал в это измерение, алхимик Генри Перси провёл перед дверью ритуал, символизирующий эти четыре ступени. Когда этот портал попал к фонду SCP, он получил номер SCP-2264. Но такое чувство, что фонд был, наверное, последним, кто до него добрался. Например, довольно долго дверь использовалась для добычи товаров организации, торгующей аномальными предметами. Маршал Картера Д'Арк, которые выменивали самые удивительные вещи у торговцев со всех уголков мультивселенной. Сам Д'Арк вообще дошёл до того, что попал на пир к местным правителям, лордам в масках, а также виделся с самим послом повешенного короля. И не просто остался жив и не повешен сам, но и вынес в обычный мир фонда SCP множество предметов. Например, он принёс оттуда вино, которое пьют местные жители под названием Рубеда. Вино это, конечно же, обладает аномальными свойствами, и если в него добавить кровь, весь её объём станет вином. А если налить это вино на рану, человек погибнет от того, что вся его кровь станет этой жидкостью. Бутылки такого вина фонд SCP собирает в камере SCP-3573. Ещё в одной из версий своего происхождения, чумной доктор SCP-049 стал таким, потому что искал в Алагаде запретных знаний, и, судя по всему, изначально попал туда именно через врата Януса, созданные тем алхимиком. Так что же такое скрыто за алхимической дверью, и какова сама Алагада? Впервые попавшему туда человеку кажется, что он спит, и видит сон про безумный город, отдалённо похожий на Венецию эпохи Возрождения. Реальность тут непостоянна, и даже местами абсурдна. Предметы и целые здания постоянно меняются местами. Оценить или даже измерить расстояние тут практически нереально. Прошлое и будущее перемешано, и можно, например, зайдя за угол, внезапно увидеть себя в прошлом со стороны. Кстати, если посмотреть на себя, можно заметить вместо своей обычной одежды карнавальный костюм, понемногу сливающийся с телом. А если ощупать лицо, окажется, что на нём маска. Так что SCP-049, возможно, пробыл в этом городе просто достаточно долго, чтобы тот изменил его безвозвратно. Небо тут жёлтое, а звёзды чёрные. И все предметы имеют чёрный, белый, жёлтый или красный цвет, что снова соответствует стадиям алхимического делания. Стадиям этим соответствует не только раскраска Аллагады, но и четыре её таинственных правителя, так называемые лорды в масках. Чёрный лорд носит маску страдания, белый лорд упорства, жёлтые ненависти, а красные веселья. Что тоже похоже на алхимическое делание. Разве только жёлтый лорд выбивается? Наверное, ему бы больше подошла маска гордости. Однако, возможно, дело в том, что алхимический цикл Аллагады был нарушен. В результате политических интриг из неё был изгнан лорд страданий, Чёрный лорд. А как мы помним, чернота является основой для алхимического делания, и без неё дальнейший успех невозможен. Потому, вероятно, маска гордости заменилась на ненависть. Будучи выброшенным в наш материальный мир, Чёрный лорд несколько растерял в могуществе. Видимое существование продолжила лишь его маска, попавшая на содержание фонда как SCP-035, которая, к слову, источает чёрную жижу. 35-й объект, кстати, нашли изначально в одном заброшенном доме в Венеции, что дополнительно указывает на то, что предмет появился из Аллагады. Лишившись элемента страдания, Аллагада превратилась в город вечного праздника, разврата и веселья, и, возможно, была бы вполне неплохим местом, если бы над её лордами не стоял чудовищный повешенный король, а по улицам не бродил его ужасный посол, выполняющий его волю. Иные даже говорили, что посол и повешенный каким-то непостижимым образом являются одним существом. Во всяком случае, это объясняет истории о том, как повешенный король появляется в других мирах, будучи при этом привязанным к своему трону. Да, когда-то повешенный король был обычным земным правителем, но, судя по всему, не слишком мудрым, потому как в его землях случилось кровавое восстание. В итоге хилая, пропитанная коррупцией и интригами гвардия была разбита, а самого короля жестоко избили и повесили на дереве недалеко от дворца. Король, правда, при жизни увлекался чёрной магией, а потому после смерти поднялся из мёртвых, а жители его королевства по большей части умерли от страшных болезней. Восставший из мёртвых король вернулся в свой разрушенный и разграбленный дворец и спустился в тронный зал, где сел на трон. По какой-то причине трон был утыкан ржавыми шипами, но короля это не смутило. Несмотря на то, что его тело было пронизано ими, он смог занять своё прежнее место в городе. Со временем чёрная магия только усиливалась. Она начала искривлять само пространство и время, и искривление это было настолько сильно, что город выпал из той реальности, где он изначально находился, и стал самостоятельным миром, соединённым с другими измерениями множеством переходов. Обычные жители этого города также восстали из мёртвых, ведь грань между жизнью и смертью там окончательно стёрлась. Потому, наверное, поглощённая Аллагада SCP-049 и превращает своих жертв в живых мертвецов. Короче говоря, несмотря на то, что внешне Аллагада место довольно весёлое, в его центре находится нечто, что можно назвать абсолютным злом. Или, как вот в SCP-2264, дырой в форме бога. Как будто этого было мало. Могущественные алхимики одного из миров SCP, того, где есть могущественные алхимики, очевидно, и о котором было недавнее видео, а оставлю на него в описании ссылку. Так вот, эти алхимики использовали реальность Аллагада для того, чтобы запереть в ней одну из самых недобрых сущностей мира SCP, Алого Короля, который теперь незримо присутствует в каждом уголке мёртвого города. И, конечно же, его дух в какой-то мере пропитал из самого повешенного. Вообще, конечно, идея запирать Алого Короля в реальности, соединённой с сотнями миров порталами и переходами, сама по себе интересная. И, к слову, существа Аллагада этими переходами пользуются достаточно активно. Например, как-то раз они ограбили библиотеку странников, украв из межпространственной библиотеки тома, содержащие самые страшные из тайн. Впрочем, существует иная версия событий, говорящая о том, что Аллагада в какой-то момент стала составной частью библиотеки, а сам повешенный король её читателям, но затем отделилась от этого мира, забрав с собой наиболее опасные и злые книги. Так или иначе, для этих книг было создано отдельное место под названием «Чёрное хранилище», в котором их можно даже читать. Но не за просто так. Читатель всегда расплачивается частью своей души. При этом даже такая цена не отпугивает посетителей. Просто некоторые достаточно осторожны, как жезлоносец Кулманса, потребляющий столько тайных знаний, сколько может оплатить. А некоторые расплачиваются за тайны жизни и смерти всей своей изначальной природой, как тот же SCP-049. Когда страшные события в Аллагаде только начинались, многие сумели сбежать из города и не стали обитателями этого отдельного измерения. Однако они, а затем их потомки, никогда не забудут это место. Они будут видеть его во снах, рассказывать о нём другим и заниматься разным мрачным творчеством, стараясь показать этот город. Таков зов Аллагаде. Для того, чтобы заманивать к себе больше душ, город Повешенного Короля влияет на разных творческих людей. Ведь именно через мрачное творчество изменчивый город распространяет себя. Например, в SCP-701 трагедия о Повешенном Короле была написана английским драматургом Кристофером Марло после того, как он вошёл в Аллагаду через алхимическую дверь в Лондоне. В реальности, кстати, этот человек написал Доктора Фауста и Парижскую резню. Кроме того, фонд SCP узнал, что художник Франциско Гуэя, рисовавший довольно мрачные картинки, тоже был захвачен духом Аллагада. Фонд называет это явление SCP-54-62. Более интересная история итальянского композитора Карлу Джезуальдо. В реальности этот человек тоже писал очень мрачную музыку, а ещё был известен тем, что убил свою жену и её любовника. В мире SCP он в какой-то момент начал получать странные письма, из которых стало понятно, что к нему едет посол Аллагады. И вот однажды, открыв дверь своего дома, он увидел на пороге высокое существо, замотанное в обрывке ткани и цепи. Существо пригласило композитора в своё королевство. Чтобы попасть туда, надо было лишь войти в одну из дверей, в старинном замке в Лондоне. Поначалу Карлу сопротивлялся, но попав наконец в это измерение, понял, как ошибался. Бесконечные пиры и оргии легко его затянули, а кроме этого он познал самые страшные тайны искусства и музыки. И вернувшись в обычную реальность, он построил то, что через несколько столетий учёные фонда назовут аномалией SCP-6624. Этот объект – это огромная паровая машина, состоящая из бронзовых трубок, цепей и 124 человеческих тел. Тела эти принадлежат давно умершим людям, но благодаря чёрной магии они не просто живы, но и испытывают ужасные страдания, в результате чего способны петь самые страшные песни, имеющие силу заклинаний древних божеств. Также вокруг этого инструмента со временем сложилась небольшая секта под названием Маскарад, которая после постановки на содержание их инструмента всячески противостоит фонду SCP, пытаясь заполучить свой объект поклонения обратно. Кроме того, влияние Лагады испытывал, например, Чарли Чаплин. Этому посвящён объект SCP-6681, да и многие другие актёры, музыканты и художники. Причём иногда довольно неожиданные. В объекте SCP-5075 описывается, что у Алла Гады есть даже своя группа гаражных панк-рокеров. Так что пожертвовать свою кровь повешенному королю можно не только неудачно зайдя в театр, но и на сходку панков. В какой-то момент фонд просто начал собирать все упоминания алхимического города в разных произведениях в один объект SCP-7838. Фонд SCP старается не допускать проникновения сущности Алла Гады в наш мир. Тем более, что иногда они бывают достаточно пугающие. В 1964 году в городе Кишинёве во время стройки был обнаружен ранее неизвестный подземный проход. Оказалось, что он ведёт в подземные помещения, в которых располагается достаточно большой театр. Поначалу этим театром занимался отдел ПГРУ, а после распада социалистического блока уже фонд SCP. Присвоив театру кодовое название SCP-7701. А дело в том, что раз в месяц это пустое помещение оживает. Зрительный зал заполняется организирующими существами, представляющими собой сильно изувеченных людей, привязанных цепями к креслам. А на сцене выступают существа, похожие на марионеток в масках. Эти марионетки могут исполнять одно из пяти произведений. Четыре из них — это модифицированные классические пьесы с добавлениями разной жести. А пятое — это пьеса, известная как SCP-701. То есть, выходит, в SCP-7701 показывают SCP-701. Тем не менее, фонд SCP пока справляется, и Аллагада остается внутри своего мира, хоть и соединяется переходами и порталами со всеми измерениями мультивселенной. Всем пока!